Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Сегодня 27 мая. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Итак, смотрите в ближайшее время. Готовность номер один. С 1 июня начнется массовый заезд в Анапу юных туристов. Последний звонок собрал на городскую торжественную линейку более 2000 выпускников 9-х и 11-х классов. Станица Тамань вновь распахнула двери для гостей России. В этнографическом комплексе состоялось открытие курортного сезона. Об этих и других событиях подробнее. В администрации города снова произошли кадровые изменения. На этот раз в правовом управлении, объединении курортных услуг, а также в управлении имущественных отношений и архитектуре. Об этом стало известно в ходе очередного городского планерного совещания. Также говорили о контроле за незаконным пребыванием иностранных граждан на территории Анапы и о готовности к массовому заезду детей в конце этой недели. Обо всем по порядку в сюжете Вадима Родина. В начале планерного совещания начальник штаба полиции Леонид Чуйко сообщил о росте краж и грабежей. Связано это с тем, что вместе с туристами на курорты летом устремляются и искатели легкой наживы. Первые представители так называемого гоп-стопа уже задержаны. Возбуждено уголовное дело. По поручению мэра Анапы Сергея Сергеева идет ежедневная работа по выявлению незаконной иностранной рабочей силы. В отношении иностранных граждан по статье 18.8 составлено, в отношении 19 человек составлены материалы, перед ними эти граждане подразделения ФУМС для принятия решений и выдворения за пределы Российской Федерации. На сегодняшний день из этих 19.6 уже не гранина. Многие улицы города к началу лета были капитально отремонтированы, но разметки на них до сих пор нет. Первый заместитель главы Светланы Яровая поставила задачу управлению ЖКХ подготовить техзадание по нанесению новой дорожной разметки на улицах курорта. Время на подготовку – сутки. Завтра оно должно быть в правом управлении на самом салоне. Соответственно, 29-го оно находится в соответствующей неделе для размещения. Замглавы Людмила Гузенко акцентировала внимание, что с 1 июня начинается массовый заезд в детские здравницы, в связи с чем необходимо заранее провести тематическое заседание Межведомственной комиссии. Тему проведения летнего сезона продолжил замглавы Юрий Поляков, озвучив правила работы предприятий торговли и развлечений. Запретить приготовление торговли в роли такшуарной, курами, гриль, шашлыком, выпечкой, молочными коктейлями. Следующее. Реализация пива в розлив и свежевыжатые соки будет осуществляться только в стациональных предприятиях общественного питания с подведением необходимых коммуникаций. Запрещена игра на музыкальных инструментах с 23 до 7 утра. Музыкальное оформление в предприятиях общественного питания является лишь частью оформления объекта и не должно превышать 65 децепр. Не допускается применение коровок и на открытых площадках в кафе и парках. Кроме того, администрации выделено 35 бесплатных торговых мест для льготной категории граждан. Это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы, участники боевых действий в Афганистане и Чечне. За порядком на пляжах будет следить все то же муниципальное предприятие, объединение курортных услуг, но под руководством нового начальника Дмитрия Папандопола. Должность начальника правового управления занял Сергей Усков. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа-Регион. Глава Анапы Сергей Сергеев минувшую субботу посетил торжественный праздник. Последний звонок в 16-й школе села Цыбана-Балка. Алина Гумерова подробнее. В 8 утра на последний звонок собралось более 900 учеников, а также гости, родители. Директор 16-й школы Валерий Михайлов объявил об открытии торжественной линейки. К выпускникам с напутственными словами обратился глава Анапы Сергей Сергеев. Я хочу пожелать им успешной сдачи экзаменов, педагогам хочу пожелать, чтобы результат, а таковы и есть, оценки деятельности школы в целом был весьма положительный, чтобы вы опять были одними и слышим. Родителям, бабушкам, дедушкам хочу пожелать, чтобы ваши дети, внуки приносили вам только положительные эмоции. Не ждать нового учебного года, а пользоваться сейчас. Подарком от главы стали несколько сеток с волейбольными, футбольными и баскетбольными мячами. А также другой спортивный инвентарь. Вместе с директором школы Валерием Михайловым глава Анапы Сергей Сергеев осмотрели спортивную базу школы. В чердачном помещении идет ремонт. Здесь будут установлены столы для настольного тенниса. Сергей Павлович отметил, что спортивную базу этой спортивной сельской школы необходимо развивать. Также глава города посетил музыкальный музей, который хранит историю села Цибанабалка. Как признался сам мэр, интерес его к этой теме легко объясним. Самый любимый урок в школе был именно история. А на торжественной линейке тем временем прозвучали стихи о годах учебы, песни о школе и, конечно, тот самый долгожданный «Последний звонок». Несмотря на предстоящие испытания экзамены, большинство школьников с радостью окунулись в атмосферу праздника. Выпускники по традиции исполнили вальс и отпустили в небо голубей и воздушные шары. Думали еще целых 11 лет учиться, а вот уже вроде бы и все закончилось. Даже этот год начинался и не верилась. И даже сегодня проснулась еще и думаю, да нет, нет. А на линейке уже как-то осознала, ну не заплакала. Алина Гумирова, Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа. Регион. И в этот же день выпускники 9-х и 11-х классов встретились на театральной площади. Смешанные чувства, радости и грусти выпускников разделила наш корреспондент Наталья Пухальская. Смотрим сюжет. Коричневое школьное платье, белые фартуки и косички с бантами. Мода на юность и нежность никогда не пройдет. Выпускницы школы номер один на ряды советских времен заказывали в ателье. Специально для торжественной линейки. Нравятся вот эти фартуки, это так празднично, поднимает настроение. Раньше я маму взяла. У мамы она осталась, да. Смешанное чувство радости и грусти. Последний звонок выпускники обычно запоминают на всю жизнь. Я помню свой последний звонок. Знаете, это было очень трогательно. Мы все были в школьной форме. Правда, Вася тогда никто не танцевал. Не было такой традиции. Но я помню только очень хорошо, что мы все плакали. Все плакали, потому что расстаемся. Потому что расстаемся со школой, с классом. Начальник управления образования Дмитрий Байдиков считает себя счастливым человеком. У него, вопреки всем законам жизни и времени, последних звонков было много. Мы проводили мероприятия только в школе. Но запомнился тоже на всю жизнь впечатления, которые были. Они же были достаточно яркие. Все годы, которые прошли с того времени. У меня-то они счастливые в том плане, что я все время связан с детьми. У меня как бы повторяются мои выпускные моменты. Мой выпускной и мой последний звонок. Он звучит практически каждый год. В 2013 году в Анапе 678 выпускников 11 классов. Самый маленький выпуск гимназии «Светоч». Всего 7 человек. Самый многочисленный не первый год в школе номер 4. В этом году выпускается 90 школьников из трех классов. Но мы пока еще не поняли до конца, что все уже закончилось. Не верится. Мы идем на взрослую жизнь. Все-таки надеемся, что наши мечты сбудутся. Юбилейный выпуск в школе номер 9, 60-й. Гимназия «Эврика» выпускает 11-ти классников в 20-й раз. Под звуки школьного вальса устоять почти невозможно. Песни школьных лет, вне времени и возраста. Их знают все, любят и подпевают без стеснения. Эльвира Ахтемова, в будущем успешный экономист, сегодня на торжественной линейке в первом ряду. Эмоции сдерживает. Последний день, все, больше мы этого не увидим. Одноклассники, все, уходят. И учителя больше всего обидно, что мы прощаемся с ними навсегда. Мы с одного класса. И мы поначалу не очень дружили, но в конце мы поняли, что все-таки осталось чуть-чуть. Осталось совсем чуть-чуть. И вот уже совсем чуть-чуть, и нас уже здесь не будет. Мы все разъедемся куда-то. И становится очень грустно. Но на выпускном я не плакал. Все понравилось. Ребята все нарядные, все красивые. Все очень организовано. Молодцы, танцевали вальсы, отлично. Много народу. Это все классно. О чем жалеют одиннадцатиклассники и с чем не хотят расставаться? У каждого свой ответ. В одном согласны. Знания, полученные от учителей, намного шире школьной программы. Чему научились за одиннадцать лет? Ответственности за других людей. Учителя отмечают современные школьники более мотивированные, целеустремленные, более самостоятельные. Они умеют ставить цели и добиваться результата. И уже через пару дней докажут на ЕГЭ, чего стоят. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. На Таманской земле состоялось открытие этнографического комплекса «Атамань». Он хранит в себе богатую историю. «Атамань» называют не иначе, как «живая станица». Здесь прошлое стало настоящим. Точная копия уклада жизни казаков, которые по велению Екатерины Великой населили эти земли и навсегда сделали их частью России. В гостеприимной станице побывал наш корреспондент Светлана Авилова. «Атамань» вновь встречает гостей со своим укладом, песнями, со старинными хатами и подворьями. По двору разгуливают козочки, лошадки, на печи пекут оладьи, а лихие казачки от всей души поют и пляшут. В этом сезоне гостей казачьей станицы ждет богатая палитра творческих фестивалей и конкурсов. «Атамань», «Легенды Тамани», «Казак-ФМ», фестиваль вареников и сала и многие другие. Открывает сезон краевой фестиваль-конкурс казачьих подворьей «Гарна-молодычка». Восемь прекрасных участниц из различных районов Кубани должны будут продемонстрировать свое мастерство в песне, в танце, в приготовлении казачьих блюд, показать свою стать и красоту. В этнографическом комплексе можно не только посмотреть быт и послушать выступления коллективов, но и вкусно поесть в любом из приглянувшихся подворьей. В курине северского района станицы Азовской под названием «Волысь с ног» и «Кубанский борщ» и «Домашняя лапша», «Вареники», «Блинный квас» и все это готовят здесь же, при вас, по старинным народным рецептам. Сало – обязательное блюдо казачьего стола. Как говорят казаки, не поивши сало, накажи, шо сыпь. Перед тем, как усадить гостей за стол, певуньи споют песню, так сказать, для аппетита. В атамане каждого желающего научат любимому ремеслу. Вот эти поделки мастера декоративно-прикладного искусства Галины Горбаневой выполнены из джута – болотного растения. В казачьем подворье Новороссийска под названием «Цебулька» тоже обучают народному ремеслу. Пластиковая ложка за пять минут превращается вот в такую куклу-малютку. Здесь под задорные песни хора пляшут от души казачки, а малыши развлекают ростовые куклы. Виноградовство и виноделие являются важной частью жизни и быта кубанских казаков. На Кубани сложились свои винные традиции и технологические секреты производства, определившие особенности устройства анапского подворья казака-винодела. Частые гости атамане уже хорошо знают, где находится хата анапского винодела Ильи по фамилии Набалыголова. О производстве вина здесь знают все, начиная с времен Древней Греции. В каждой бочке – эликсир здоровья. Вот здесь янтарный напиток от разной хвори, а этот – от заболеваний суставов. Анапская хата славится своим виноградником, ну и, конечно же, хлебосольными хозяевами и народными умельцами. Этнопарк Добродея удивил мэра Анапы Сергея Сергеева и вице-губернатора Кубани Галину Золину шитьем казачьей одежды. Ведь казачий костюм – это целый мир. Каждое войско, каждая станица и даже каждый казачий род имели особый наряд. Мастера лоскутного дела изготавливают одеяло, да не простые, а волшебные. Для этого на маленьком лоскутке нужно написать желание. И оно, говорят казаки, обязательно сбудется. Своё пожелание оставил и глава курорта. Тот, кто побывал здесь однажды, бесспорно вернётся сюда снова. Нравится, что весело, нравится, что столько вот дворов украшенных, вот эти вот хаты так построенные. Каждая хата своим индивидуальным наполнена материалами, в каждой хате экскурсию проводят. Ну, очень хорошо. В течение всего дня на сценах станицы пили и плясали казаки, а вместе с ними живущие в согласии и мире другие народы. Музей под открытым небом будет работать до поздней осени. Атамань перенесёт своих гостей на сотни лет в прошлое и позволит почувствовать дух казачества, несгибаемой воли и бескрайней свободы. Светлана Орилова, Андрей Стародубцев, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. А в селе Гайкадзор в это время проходил национально-культурный праздник Хачкар. Подробнее о нём в следующем сюжете. В селе много живописных мест. Одно из них – высокая гора, на которой находится церковь Сурб-Саркис. Ранним утром к Хачкару спешат сельчане. Здесь проживают представители различных национальностей – армяне, русские, татары и украинцы. Съезжаются гости со всех округов курорта – Анапы и других городов. Для многих каменный крест – символ веры, память о распятии Христа. 21 год назад в лихие 90-е, несмотря на сложную обстановку в России, идею установить в Гайкадзоре каменный крест поддержал будущим мэром Анапы Михаил Баюр. Поздравляя с праздником, он напомнил о многонациональном единстве народов. Мы не знали никаких конфликтов, особенно на межнациональной почве, потому что есть силы, есть попытки, которые хотели бы расшатать наш межнациональный мир и стабильность. Я думаю, мы не позволим это и все вместе докажем, что мы живем в едином доме, имя которого Анапа. Молитву на армянском языке и поздравление от имени главы епархии Юга России передал представитель Армянской апостольской церкви. А настоятель храма, преподобного Серафима Саровского, отец Александр, отметил, что традиции армянского и русского народа основаны на главном – на вере. Что такое крест? Это две перекладины. Вертикальная, которая соединяет земных, земнородных, то есть нас с вами, с Богом, и горизонтальная, которая обнимает весь мир. И в этом единство всего рода христианского. В торжественной обстановке наградили жителей, которые внесли вклад в строительство нового храма. Концертную программу открыли юные танцоры коллектива «Ахпюр». Жертвоприношение в этот праздник традиционно молодой барашек. Готовят его старейшины, ничего кроме соли к мясу не добавляют. Главное, чтобы священнослужитель благословил соль. Она служит символом чистоты. Приготовленным блюдом Адахом в этот день угощали всех желающих. Елена Шамбер, Игорь Куршаков, Анапа-регион. И в завершении новости спорта. 2-0. Таким счетом завершилась встреча футбольных команд «Анапа» и «Олимп». Анапчане на своей территории забили два мяча в ворота гостей из станицы Северской. В серии игр на Кубок губернатора Кубани играют 4 группы по 10 команд. Победители каждой группы разыграют главный приз в итоговом матче осенью. А пока анапчане в своей группе сыграли с командами из Туапсе, Новороссийска и Геленджика. Следующий матч состоится 2 июня. Анапчане сразятся на поле с сочинцами. А в среду 29 мая Анапа примет гостей из Красноармейского района. Футболисты разыграют Кубок края. И в завершении выпуска прогноз погоды на завтрашний день. Во вторник, 28 мая, в Анапе сохранится солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 21-23, ночью до 19 градусов по Цельсию. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 21 градус выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ПЕЛЕФОНЫ 48333 и 48300